Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, коллеги. Благодарю БОСКО-конференцию за предоставленную нам возможность выступить на сегодняшней конференции. Это наш дебют. Меня зовут Анжела Карвот, я являюсь руководителем австрийского представительства Черногорского банка «Западбанк», который в соответствии с решением Центрального банка Черногории был создан в 2015 году. Головной офис нашего банка находится в Черногории, в Подгорице, и вот уже на протяжении пяти лет банк достаточно уверенно и положительно развивается, имеет на сегодняшний день два действующих представительства. Одно из них находится в Одессе, в Украине, и второе в Вене, в Австрии. В принципе, для акционеров идея для создания банка – это было стремление к дальнейшему развитию и ведению банковского бизнеса в Европе. В принципе, стратегией банка являются основные три ключевых сегмента. Это корпоративный бизнес, услуги для розничных клиентов малых и средних предприятий, а также инвестиционные услуги. Акционерами банка является Владимир Костельман, он президент и основной акционер Фози Групп Украина. Фози Групп является одним из ведущих ритейлов Украины. Дальше Вадим Викторович Мараховский, заслуженный экономист Украины, председатель правления банка «Восток», и по версии украинского журнала «Забенька», он был назван одним из лучших финансистов в 2009 году. Лия Семеновна Мараховская, она экономист, председатель правления банка «Восток». Акционеры банка уделяют достаточно большое внимание персоналу, его профессионализму, и в связи с этим в число исполнительных директоров банка вошли люди с большим опытом в банковской сфере и с высоким уровнем профессионализма. Владимир Рабенович, он является генеральным директором банка, имеет многолетний стаж работы в банковской сфере Черногории и отвечает за внутренний фронт-офис и финансовый менеджмент. Александр Куперман является исполнительным директором банка, имеет также очень большой опыт работы в банковской сфере в Украине, Латвии, Черногории, занимается международным фронт-офисом. И Дмитрий Лихота, тоже исполнительный директор банка, имеет многолетний стаж работы в черногорских банках и украинских банках и отвечает за операционную поддержку и управление рисками. На протяжении уже более пяти лет банк занимается тем, чтобы делать, акционеры банка занимаются тем, чтобы сделать банк максимально ликвидным и устойчивым. И на протяжении всех этих лет вся прибыль вкладывается в увеличение уставного капитала. Капитал банка постоянно увеличивается и на сегодняшний день регулятивный капитал банка составляет более 15 миллионов евро. Банк и руководители банка стремятся к тому, чтобы максимально улучшить предоставляемые услуги нашим клиентам. Определенное внимание отходится профессионализму команде. Работа в команде – это одна из важных ценностей банка. Мы стараемся максимально быстро поднимать решения, максимально быстро проводить банковские операции для наших клиентов, быть максимально лояльными и гибкими по отношению к нашему клиенту, высоко ценить доверие, которое нам оказано. И расти, не стоять на месте – это является нашей миссией, нашей целью. Банк сосредоточил свою деятельность, в принципе, на транзакционном бизнесе, но, тем не менее, это не мешает нам развивать и другую линейку оказываемых банковских услуг. Это такие, как, например, внутренние зарубежные платежные операции. Хочу отметить, что банк работает со всеми валютами, также с долларами, рублями. Банк предоставляет возможность проводить валютные операции, кредитование. Банк работает с документарными операциями, аккредитивами, банковскими гарантиями. Депозиты выдаются, имеются депозиты, есть электронный банкинг, карточный бизнес, инвестиционный банкинг, услуги по хранению, торговле ценными бумагами и так далее. Естественно, есть функция кассового обслуживания, но она находится только в головном офисе в Черногории, в Подгорице. Как я уже сказала, банк стремится создать максимально прочные, гармоничные отношения с клиентами, уделяет особое внимание их потребностям и постоянно старается развивать свой бизнес. И, понимая сегодняшнюю потребность клиентов, уделяется очень большое внимание развитию таких банковских продуктов, как, например, торговое финансирование, краткосрочные займы, кредитные линии, документарные операции, инвестиционные и кастодиальные услуги. Банк предоставляет услуги не только юридическим, но и физическим лицам. Хочу на данном этапе отметить и сразу ответить на вопрос, что банк работает с гражданами всех стран. Самое главное, основное для банка – это понимать деятельность клиента, понимать прозрачность и официальность деятельности, которая ведется. То есть любое денежное движение средств, оно должно иметь свою экономическую природу, подтверждать действительное реальное оказание услуг, выполнение работ или ведение торговли. Так сложилось, что основными клиентами нашего банка являются на данный момент люди, работающие в отраслях судоходства, бункеровичных и портовых услуг, которые предоставляют в области логистики, экспедирования, оптовой торговли, туризма. И многих-многих других. Главной темой на протяжении последних 9-10 месяцев является пандемия, которая в принципе с ужасом демонстрирует нам достаточно большой рост заболеваемости, к сожалению, большой уровень смертности. Живем мы в условиях то полного, то частичного локдауна. Вот у нас до 6 декабря действует в Австрии полный локдаун. И в принципе 2020 год он поставил на пробу все, что мы на протяжении долгих лет считали основой нашей работы, основой нашей жизни и так далее. Пандемия полностью изменила весь наш быт, все наши взгляды на жизнь, изменила все наши привычки, увлечения, планы. Но мы не стоим на месте и двигаемся вперед. Мы в принципе научились и учимся дальше в условиях пандемии продолжать работать, продолжать жизнь. И в немецком языке есть такая пословица, если ее перевести на русский язык, она означает «все, что меня не убьет, сделает меня только сильнее». Надеюсь, что это тоже когда-то закончится, и мы сможем жить в более приятных для нас реалиях. Что касается Западбанка, то в принципе Западбанк продолжает оказывать спектр всех банковских услуг своим клиентам, продолжает развивать сотрудничество, открывать счета. То есть на данном этапе, естественно, личные встречи, они невозможны, и мы их проводим дистанционно, по скайпу, зуму и так далее. С середины 2018 года банк принял для себя решение работать в основном с аншорными компаниями. То есть компаниями, которые имеют субстанцию и соответствуют трем требованиям. То есть подача отчетности в стране регистрации, оплата налога на прибыль тоже в стране регистрации, если такое предусмотрено законом, и офис в стране регистрации. То, что касается офшорных компаний, счета, которые до 2018 года были открыты в нашем банке, то клиентам была предоставлена возможность провести редомицеляцию. Что касается обслуживания офшорных компаний, то в принципе открытие и ведение счетов офшорных компаний в нашем банке, оно возможно, но не для операционной деятельности. То есть если эта компания активодержатель, холдинговое предприятие, то в данном случае открытие и ведение счета возможно. Разрешаются такие транзакции, как получение, распределение прибыли, выдача кредитов внутри структуры и оплата таких обязательств, как введение юридическое обслуживание самой компании. То есть операционную деятельность офшорная компания вести через расчетный счет в Западбанке не может. Банк обслуживает также и частные лица, и частных предпринимателей. И частные лица имеют возможность вести расчетно-транзакционный счет в банке. Частные клиенты могут пользоваться дебетовыми карточками. Услуги мы банка, такими как срочные депозиты, финансирование, кредиты. Есть такая функция, как снятие сейфовой ячейки и кассовое обслуживание, но это, естественно, только в нашем головном офисе в Черногории, в Подгорице. У всех клиентов, независимо это юридические или физические лица, есть возможность удаленного доступа к счету через онлайн-бинги. Банк также открывает счета частным предпринимателям. Они имеют возможность вести свою деятельность через Черногорский банк, через счет в Западбанке и вести все свои платежные операции. То есть они точно так же могут использовать дебетовые карточки, пользоваться услугой по валютообменам операциям, срочным депозитам, финансированием, кредитам и различным операциям, таким как документарные или гарантийные. Как я уже говорила, банк обслуживает как офшорные, так и аншорные компании. Я хотела просто коротко затронуть несколько позиций наших тарифов. С полными тарифами, естественно, вы можете ознакомиться либо на нашей интернет-странице, либо по запросу. Всегда с удовольствием вам на них ответим. Значит, корпоративные счета у нас, корпоративные клиенты делятся на две группы. Группа А – офшорные компании, группа Б – аншорные компании. Рассмотрение и обработка документов стоит 200 евро. Открытие счета для аншорной компании стоит 1800 евро. Введение счета – 50 евро. Для групп компаний А – это офшорных компаний. Открытие счета и ведение счета – несколько дороже. Это 3800 евро за открытие и 150 евро за ведение счета. Что касается частных счетов, то 450 евро стоит открытие, 15 евро стоит ведение счета. Частных предпринимателей оплачивают 590 евро за открытие и 25 евро за ведение счета в месяц. Как я уже озвучивала, банк предоставляет такую возможность, как пользование дебетовой карточкой, то есть при оформлении дебетовой карточки открывается субсчет, на который клиент в любое время через онлайн-банки может перевести требуемую ему сумму и пользоваться ей. Банк, естественно, в целях осторожности просит клиентов не переводить очень большие суммы на карточки. То есть, в принципе, лимита на данной карточке нет, лимитом является тот лимит, который клиент сам себе установит и ту сумму, которую он переведет себе на субсчет для распоряжения посредством карточки. Выпуск карточки стоит от 0 до 2,5 евро, ежемесячное обслуживание от 3 до 5 евро. Я хотела коротко еще рассказать о открытии счета. Что касается открытия счета, то оно делится на несколько этапов. Первый этап – это предварительное согласование, где на основании первичной предоставленной банку документации проводится согласование с банком, понимание того, возможно, такого клиента нам обслуживать, хотим мы с ним работать или нет. То есть, клиент предоставляет нам информацию о бизнесе, ожидаемых оборотах, контрагентах, выписке со счетов за последние 12 месяцев и резюме бенефицара или будущего владельца счета. В течение буквально одного максимально трех рабочих дней мы проводим предварительное согласование с банком. И если мы получаем положительную оценку, то в нормальной ситуации назначается личная встреча. На данном этапе это конференц-звонок, в процессе которого будущий или потенциальный клиент может ответить на вопросы банка, а банк может ответить на вопросы будущего нашего потенциального клиента. Если конференц-звонок для обоих сторон заканчивается положительно, то есть клиент решает, что он хочет работать с нами, и мы решаем, что это наш клиент, то мы переходим к процессу подготовки документов и открытия счета. То есть клиенту предоставляется список документов со всеми требуемыми критериями со стороны банка по легализации документов и пакету документов, и заполняется форма. По факту заполнения формы и сбора всего пакета документов, на данном этапе опять-таки через Skype или Zoom мы связываемся с клиентом, подписываем формы, которые в оригинале со всем пакетом документов предоставляются в банк. После того, как предоставляются все документы банк, клиент оплачивает 200 евро за рассмотрение документов, открывается счет, после чего клиент осведомляется о том, что счет открыт и высылается на электронный адрес клиента договор по обслуживанию, плюс предоставляется инвойс на оплату за открытие счета и за первые 6 месяцев сбора заведения счета. После того, как клиент подпишет и отправит договора в адрес банка, оплатит комиссию, счет активируется. Все документы, которые клиент предоставил в оригинале, за счет клиента делаются нотариально заверенные копии и делается перевод на черногорский язык согласно черногорским законодательствам. Я коротко попыталась озвучить требования условия работы банка, представить вам банк. На данном слайде вы видите контактные данные нашего головного офиса в городе Подгорице в Черногории, представительства в Одессе и нашего представительства в городе Вена. Я с большим удовольствием готова ответить на ваши вопросы, если такие есть. И если есть вопросы после окончания конференции, то всегда их можно задать либо в устной, либо в письменной форме, как это будет удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова